Глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, я хотел бы представить вам такой небольшой доклад, который мы сделали совместно между неонкологией Минипетровой и Институтом экспертной медицины. Реально, это такая проба пера в поиске новых маркеров для диагностики меланомы на ранних стадиях. И небольшая группа, всего лишь 30 небольших человек, порядка 40 больных. К сожалению, мы до конца еще все не посчитали, но коллеги попросили меня выступить и рассказать, что у нас получается в настоящий момент. Собственно, работа делалась совместно с коллегами из Института онкологии имени Петрова. И, к сожалению, они почему-то не попали в соавторы этого доклада, но как раз на первом слайде я хотел бы всех представить, кто принимал непосредственно участие в этой нашей совместной работе. Итак, что касается Т-лимфоцитов и проточной цитометрии. На самом деле, это очень давняя история, которая началась еще в 70-е годы прошлого века, когда проточная цитометрия стала одним из главных методов для исследования циркулирующих клеток в перифической крови человека. И реально в тот момент мы знали только лишь к большому счету, что то, что было известно как раз из методов, связанных со социалеткообразованием. Есть Т-лимфоциты, есть Б-лимфоциты, то есть, грубо говоря, клеточный иммунитет и гуморальный иммунитет. Прошло примерно где-то в районе 10 лет и 80-е годы. Наконец-то Т-клетки были разделены на две главные опуляции, которые до сих пор все еще существуют и имеют непосредственно клиническое значение. То есть, все Т-лимфоциты были разделены на хелперы и цитоксические Т-лимфоциты, которые в то время еще назывались иногда Т-супрессорами. Прошло примерно еще 10 лет, перед обналогией стали новые задачи. И появились первые работы, посвященные тому, как мы можем при помощи данной методики отличать наивные клетки от клеток памяти и от эффекторных клеток. Если вы вспомните историю, то примерно это спустя где-то примерно два века после того, как сэр Эдвард Энтони Дженнер открыл феномен вакцинации, феномен формирования специфического иммунитета. И, собственно, в настоящее время вот эта эра так называемой многоцветной или полицветной проточной цитометрии, начавшаяся где-то на рубеже уже этого века, когда мы с вами узнали, что помимо обычных опуляций хелперов, они еще внутри себя очень сильно дифференцированы. То есть есть, например, регуляторные клетки, хелперы первого, типа второго, 17-й, фолликулярные, 9-й, 22-й и так далее. И реально мой доклад будет посвящен именно этим опуляциям лимфоцитов и возможности их использования для отлечения здоровых доноров от больных с меланомой кожей на самых ранних стадиях. Собственно, какие маркеры мы используем, какие подходы традиционно используются для анализа от лимфоцитов, для анализа степени их дифференцировки, оценки их эффекторных свойств? Ну, пожалуй, первое и самое главное – это то, что при помощи проточной цитометрии мы можем оценить уровень экспрессии маркеров, отвечающих за миграцию клеток. То есть в большом счете, куда у нас этот лимфоцит в дальнейшем будет идти в лимфоидную ткань или в периферические какие-то ткани, и там, например, бороться с инфекционными агентами или с опухолевыми клетками. И, конечно же, это обретение ими эффекторных свойств. То есть реально набор поверхностных антигенов, позволяющих сказать, да, этот лимфоцит будет работать на периферии, или же как бы просто он еще эффектором до конца не стал. Другая важнейшая вещь – это как раз именно пролиферация клеток, способность их к делению, к ограниченному или неограниченному. Для того, чтобы поддерживать свой уровень на каком-то определенном состоянии в организме, это можно определить при помощи напротивности теломераза или просто посмотреть на длину теломеров. Следующая важнейшая вещь, которая касается уже регуляторных и эффекторных свойств наших тел-лимфоцитов – это те цитокины, которые они будут продуцировать. То есть реально это регуляторные цитокины, поддерживающие пролиферацию клеток, либо, например, эффекторные цитокины, которые позволяют, например, хелперам регулировать функции тканевых макрофагов, нитрофилов, азинофилов, базофилов и так далее. И, собственно, самый, пожалуй, главный вопрос, который задают все иммунологи, но который, к сожалению, по техническим причинам в настоящее время ни нам, ни западным коллегам особо сильно недоступен – это определение способности клеток отвечать на антигены. То есть реально это в данном случае опухолевые антигены, которые, к сожалению, как вы знаете, крайне многочисленны, и мы их выделить не можем, но такие работы все равно ведутся, но, к сожалению, пока только в новых условиях инвитро. Значит, если мы говорим про тел-лимфоциты, то обычно всегда начинается рассказ про то, как мы можем отличить наивные клетки от более зрелых клеток. И вот есть такой интересный маркер, который называется C45 – фермент, владающий очень большим спектром активности, регулирующий функции клеток, но вместе с тем он имеет несколько разных изоформ. И вот именно на анализе уровня экспрессии этих разных изоформ, более длинные, которые обычно свойственны наивным клеткам, и более короткой, а которая свойственна уже клеткам, прошедшим антигензависимую стадию дифференцировки, была разработана первая система, позволяющая нам с высокой точностью определить, сколько клеток наивного фенотипа, то есть экспрессирующих длинную форму, в которых отсутствует короткая форма данной молекулы, и сколько клеток памяти, либо эффекторных клеток присутствует в перифической крови у наших пациентов, либо условно здоровых доноров. И реально, это как раз в 2008 год, первая работа, когда было показано, что действительно клетки с фенотипом РА плюс 45, Р0 минус, это обычно только лишь секреция интерлегина второго, то есть пролиферация большому счету клеток, и отсутствие РА, но наличие Р0 на поверхности лимфоцита обычно говорит о том, что эти клетки могут продуцировать, помимо интерлегина-2, еще и интерферонгам и интерлекин-4, то есть те два главных цитокина, хелперов первого и второго типа, уже известных на тот момент в иммунологических исследованиях. Следующий важнейший аспект – это как раз именно поиск маркеров, позволяющих нам с вами говорить о том, куда мигрируют клетки. Если, например, на поверхности лимфоцита присутствует такой маркер, как CD62L, это реально L-селектин, молекула адгезии, позволяющая этой лимфоциту выходить из кровяного русла в строго определенном месте кровяного русла, то есть только лишь там, где у нас есть вену высоким дотелием. Это реально лимфоидная ткань, периферические лимфоидные органы, лимфатические узлы, первые бляшки. И именно благодаря этой адгезионной молекуле мы можем сказать, что да, функции Т-клеток, экспрессирующих данный антиген, они обычно реализуются только лишь в составе лимфоидной ткани. А там может быть обычно идти только лишь что? Это либо пролиферация, либо поиск контакта с антигеном, либо формирование антиген специфического клона уже эффекторных клеток. Если же CD62L отсутствует на поверхности лимфоцита, то обычно это говорит о том, что все, клетка созрела, она готова выйти в периферические ткани и там уже реализовывать свои функции. На основании экспрессии двух этих антигенов CD45RA и CD62L была разработана в 1999 году классификация, при помощи которой все это хелперы можно разделить условно на 4 громадные группы. Вот это как раз самая первая работа. Если посмотреть в копусе, то на нее уже число сыра переваливает за 3,5 тысячи. То есть здесь основополагающий труд, в котором была патрулирована следующая вещь. Если на поверхности лимфоцита у нас обычно присутствуют два антигена, CD45RA и CD62L, то эти клетки считаются наивными. То есть реально они только что покинули тимус и занимаются тем, что патрулируют лимфоидные органы в поисках первичного контакта с антигеном. Если CD45RA его экспрессия снижена или полностью отсутствует, при этом сохраняется экспрессия CD62L, то обычно это говорит о том, что у нас эта опуляция лимфоцитов уже имела первичный контакт с антигеном. То есть реально это как раз те самые клетки памяти, которые остаются с нами на всю жизнь. И главная функция – это как раз поиск повторного контакта с антигеном, патрулирование периферических лимфоидных органов. И при возможности при контакте уже в дальнейшем это формирование нового клона антиген-специфических клеток для формирования иммунного ответа, для запуска эффекторной фазы ответа. Что касается вот этой опуляции, которая называется клетки эффекторной памяти, они обычно негативны по этим антигенам, что CD45RA, что CD62L. Вот как раз именно эта самая опуляция, которая в настоящий момент времени в организме любого человека занимается тем, что мигрирует из кровяного русла в то место организма, где нужна помощь этих техэлперов в реализации защитных реакций. То есть именно эта опуляция в большом счету и работает в настоящее время, борется с антигенами, либо с патогенами, либо с опухолевыми антигенами, как в случае меланомы. Исходя из этого, нами была сформирована такая панель. Здесь, как раз, тактика агитирования. То есть, грубо говоря, это алгоритм для выявления интересующих нас опуляциях клеток. То есть мы берем все лимфоциты, отсекаем слившиеся клетки, разрушенные клетки, примесь моноцитов. Также выделяем на анализе экспрессии CD3 общую опуляцию Т-лимфоцитов. Берем техэлперы, про которые уже был предыдущий доклад. То есть так раз клетки позитивные и по CD3, и по CD4. И дальше эту общую опуляцию техэлперов мы разбиваем на эти интересующие нас три главных и одну минорную популяцию лимфоцитов для уже дальнейшего анализа. Если говорить про больных с меланомой, то мы получили, в принципе, вот такую интересную картинку. То есть, по большому счету, общее, относительное содержание, что наивных клеток, что клеток центральной памяти, равно как клеток эффекторной памяти, достоверно они различаются между группами здоровых доноров, где у нас было 37 человек, и больными с диагнозами меланомокожи, которых у нас пока что было 34 человека из тех, что мы в настоящий момент проанализировали. Вместе с тем, есть некоторые разницы в формировании уже так называемых клеток темора. Реально в организме нормальных, условно здоровых доноров эти клетки практически не встречаются. Там процент, полтора, максимум. У больных с меланомой мы, как раз, видели некоторое увеличение, хотя действительно при помощи критерия мановитни мы действительно увидели достоверность различия между исследуемыми группами наших больных. Что касается абсолютного содержания клеток, то нами было отмечено то, что действительно клетки Т-хелпер-эффекторной памяти несколько увеличены в рамках опуляции от больных с меланомой, равно как и термально дифференцированные от Т-хелперы тоже весьма сильно возросли. При этом различия между группами исследования весьма достоверные. То есть получается, несмотря даже на то, что формально опухоль для организма остается невидимой, есть какие-то минорные изменения именно в этих опуляциях лимфоцитов. Другая важная вещь. Мы решили провести более подробный анализ этих опуляций Т-хелперов и использовали еще два дополнительных антигена, которые в иммунологии традиционно называются костимуляционные молекулы. Первая из них – это СИИ-27, вторая – это СИИ-28. Ну, 27 – это как раз член семейства ТНФ, факторов анекрузоопухолей, и главная функция – это молекулы при контакте с легандами. Леганды обычно экспрессированы на поверхности антигенопрезентирующих клеток, причем весьма активированных, хорошо активированных клеток. Это как раз блокада, то есть защита вот этих вот лимфоцитов от апоптоза. СИИ-28, его тоже функция очень важна, его леганды тоже обычно представлены всегда на активированных антигенопрезентирующих клетках, и именно контакт СИИ-28, СИИ-80 или СИИ-86 запускает в большом счету пролиферацию вот этого вот антигенспецифических лимфоцитов за счет продукции интерлекина 2-го и индукции экспрессии альфа-ЦП для вот этого рецептора, вот того самого СИИ-25, доклад, про который мы с вами вот только что слышали. И что обычно говорит наличие этих молекул? Если эти обе костимуляционные молекулы присутствуют на поверхности Т-хелпера, то этот Т-хелпер обычно занимается тем, что только лишь может паралифирировать при контакте с антигеном. Ежели обе эти молекулы вдруг начнут отсутствовать, то есть их экспрессия начинает быть резко сниженной, то это первый признак того, что Т-хелпер перешел именно в эффекторную фазу. И при выходе в ткань, то есть реально это опухолевое окружение либо область, куда у нас попал какой-либо внешний патоген, этот Т-хелпер только лишь в ответ на контакт с МХТ 2-го класса, распознаванием его теградочным рецептором, может проявлять свои эффекторные свойства, то есть синтез ацетокинов и активация окружающих клеток на борьбу с инфекционным агентом. Собственно, поэтому есть такая вторая классификация Т-хелперов, где в основу угла ставятся не уже известные нам молекулы CD45RI и CD62L, а вот именно эти обе две костимуляционные молекулы. Тут, в принципе, тоже логика весьма очень простая. Если вот эти обе молекулы присутствуют на поверхности Т-лимфоцита, то это как раз клетки способны только лишь к пролиферации, то есть реально они особого участия непосредственно в иммуном ответе не принимают, только лишь могут становиться клон, который в дальнейшем будет реагировать на какой-то антиген. И среди этой опуляции обычно выделяют наивные клетки, клетки центральной памяти и так называемые переходные клетки памяти, которые, возможно, мигрируют на периферию, и там создает первый барьер на пути инфекционного агента. Что касается клеток уже лишенных, этих обеих костимуляционных молекул, то это самая уже известная нам эффекторная память и самый зрелый терминально одифференцированный Т-хелпер. Собственно, применив эту тактику агитирования, мы увидели вот следующую интересную вещь. То, что у нас обычно у больных снижено несколько относительное содержание клеток центральной памяти, при этом действительно весьма хорошо и достоверно возрастают уже клетки более зрелых эффекторных фенотипов, то есть тех самых, которые в дальнейшем, в случае, например, больных с меланомой, могут уходить в места, где у нас происходит либо формирование опухоли, либо формирование метастазов. Сходные результаты были получены, на самом деле, при анализе уже и абсолютного содержания этих клеток. Причем, что еще интересно, действительно, еще имел место такой подсев наивных клеток и стимуса, то есть возможно, действительно, наблюдается какие-то системные изменения в периферической крови у этих больных. Собственно, именно анализ того, что у нас есть какие-то изменения в статовой клетке зрелых фенотипов, навели нас на мысль о том, что мы можем проанализировать именно эти клетки более детально с точки зрения уже разных ступуляций Т-хелперов. Если мы вспомним такую теорию, то, в принципе, у нас Т-хелперы разных типов играют разную роль в противоопухолем иммунитете. И, условно говоря, самыми хорошими, конечно же, являются хелперы первого типа, потому что именно они являются источниками того самого интерферона гамма, который необходим для активации штуклеток врожденного иммунитета, штуксотоксических Т-лимфоцитов, там, специфичных к опухолям антигенов. Причем, как бы, вот эти клетки, действительно, их наличие, их высокая констрация в крови является обычно благоприятным признаком, благоприятным прогнозом для большинства больных с различными типами опухолей. Другой вариант – вот все остальные опуляции клеток, которые представлены здесь. Ну, хелперы 17-е. Тоже очень интересная опуляция. Формально это у нас запуск воспаления посредственными нитрофилами. Долгое время считалось, что их рост в периферии у больных с лично-наколичным заболеванием является хорошим признаком. Однако потом оказалась такая очень интересная вещь, что эти цитокины, вообще-то, понимаем, активации нитрофилов еще и стимулируют ангиогенез. То есть, реально их увеличение связано с тем, что опухоль более эффективно у нас начинает снабжаться кровью. То же самое с хелперами второго типа, на самом деле. Формально очень хорошая вещь – это активация зенофилов, тучных клеток, бозофилов в периферической крови, что и может быть хорошим прогнозом для пациента для запуска воспаления в месте формирования опухоли. Но вторая вещь – интерлеген-5, его влияние как раз именно на клетки эндотелия, активация их пролиферации, опять-таки тоже усиление ангиогенеза. Ну и фолликулярные хелперы, которые тоже могут помогать, формируя антигеноспецифические антитела. При этом, если у нас пациент на терапию, то всегда есть вариант, что при помощи этих антител будут элиминироваться те самые терапевтические антитела, про которые сегодня и вообще на этой конференции было много докладов. Регуляторные клетки из этой схемы я убрал, потому что как раз это на самом деле очень интересная вещь, но она, думаю, что для следующего доклада. Итак, как мы можем вообще разделять вот разные опуляции хелперов на субпуляции? Собственно, тот вопрос, над которым проточная ацетометрия и клеточная иммунология бьются уже последние 15 лет, чтобы найти самый простой, самый быстрый, самый, ну, что называется, одешевый и доступный для клиники способ вот такого разделения. Можно, конечно, анализировать те транспекционные факторы, которые находятся, экспрессируются в ядрах этих клеток. Другой вариант – это смотреть продукцию цитокинов, то есть стимулируем клетки инвитера, анализируем, что они синтезируют. При этом, конечно, надо помнить про то, что гибнет примерно процентов 40 клеток за аночную инкубацию. Чтобы добраться до ядра, необходимо действительно делать очень сложную про-подготовку. И опять-таки, не всегда эти транспекционные факторы поставляют на высоком уровне, который позволил бы вам отличить фоновую экспрессию их от, ну, что называется, нормальной, ярко выраженной. Поэтому мы с коллегами решили сосредоточиться вот на вот этом нюансе. Это то, что связано, непосредственно, с функцией каждой из этих пуляций хелперов – это как раз хемогиновые рецепторы, то есть те самые молекулы, отвечающие за адресную миграцию клеток в тот или иной участок организма и в дальнейшем, где будут выполняться их основные функции. Исходя из этого, нами была разработана уже в институте центральной медицины, вот такая вот панель из восьми антител. Ну, про CD62L, CD34 мы уже с вами говорили. И сюда мы как раз добавили еще четыре хемогиновых рецептора. Вот СЦР-4, он является очень важным маркером для выявления клеток, способных к продукции интерлекина-4. А СЦР-6 – это обычный антиген, который связан с поверхностью клеток, способных к продукции интерлекина-17. В первую очередь, интерлекин-17А и интерлекин-17СФ-18Ф. А СЦР-5 – это молекула Хоуминга, отвечающая за локализацию клеток в беззависимые зоны лимфатических узлов. А это у нас B-лимфоциты и все фолликулярные хелперы. И, собственно, отсутствие всех этих трех антигенов при наличии СЦР-3 – это обычно один из самых главных маркеров для выявления клеток, способных к продукции интерферона-гамма, то есть хелперов первого типа, и интерлекина-9, то есть хелперов девятого типа. Собственно, обычный анализ здесь был особо невозможен, поэтому мы разработали такой алгоритм, который еще называется «построение иерархических дендрограмм». То есть реально у нас есть четыре антигена, и мы смотрим экспрессию всех этих антигенов по принципу «все против всех». То есть в большом счету получаем примерно 16 разных фенотипов, 16 разных комбинаций с экспрессией этих антигенов, и каждая из этих комбинаций обычно соответствует некий фенотип от хелперов того или иного типа. Собственно, например, хелперов второго типа – отсутствие трех химокиновых рецепторов, наличие только лишь СЦР-4. Хелпер 17 – самая базовая опуляция, наличие только лишь от СЦР-6. Смешанная опуляция клеток, способных к продукции интелликина 17 и интелликина 22, то есть наличие шестерки и СЦР-4. Ну и так далее по списку как раз эта информация доступна в интернете. Собственно, этим разработкам на самом деле западным уже порядка там от четырех в пяти лет, и они весьма широко применимы уже даже в клинических целях. Собственно, что мы сделали? Мы решили проанализировать, вот как у нас представлены эти химокиновые рецепторы на тех популяциях клеток, которые у нас уже имели первичный контакт с антигеном и могут оказывать влияние на развитие специфического иммунного ответа. Наивные хелперы обычно ни один из этих химокиновых рецепторов не экспрессируют, поэтому они как раз называются еще хелперами нулевыми. И, собственно, клетка центральной памяти. Та опуляция, которая у нас занимается патрулированием периметических лимфоидных органов, и как раз именно эта опуляция оказывает самое главное влияние на развитие клонов, что-то с токсических т-лимфоцитов, что антигеноспецифических B-клеток и тому подобных клеток. Это реально регуляция иммунного ответа в пределах лимфоидной системе. И что мы увидели? Мы увидели, что хелперы второго типа у больных с молномой довольно-таки значимо увеличены, хелперы 17-е и 22-е смешанный фенотип тоже несколько увеличен, при этом хелперы первого типа несколько снижены. Суммарная опуляция хелперов первых и девятых не несколько снижена по сравнению с группой контроля. То есть, по большому счету, можно сделать предположение, это данные, думаю, что мы уже тоже в следующих докладах будем рассказывать, когда будем оценивать влияние именно этих опуляций на созревание токсических т-лимфоцитов, то есть формирование эффекторных клонов антигеноспецифических т-лимфоцитов, токсических т-клеток в лимфоидной ткани и, собственно, формирование гуморального ответа. Что же касается следующей опуляции клеток эффекторной памяти, вот реально именно эта группа т-хелперов может теоретически выйти в периферические ткани, и там уже они находятся непосредственно в опухолем окружении. Здесь очень такая сходная ситуация. Хелперы 17-й несколько завышены, хелперы 17-й и 22-й тоже несколько завышены, причем, как обычно, хелперы первые и девятые несколько снижены. Да, спасибо большое. И, собственно, последний слайд, вот то, ради к чему на самом деле мы шли. Вот первая работа 2011 года, когда вот была предложена система, так сказать, акачель, то есть система динамического неравновесия иммунной системы. Когда у нас доминируют хелперы первого типа над другими эффекторными опуляциями, в первую очередь хелперы вторыми и семнадцатыми, то у нас находится некий баланс, то есть идет развитие нормального иммунного ответа, без каких-либо изменений, без хронизации воспаления. С другой стороны, как только у нас начинают доминировать клетки, отличные от хелперов первого типа, обладающих тоже весьма сильными регуляторными свойствами, то у нас начинается некий дисбаланс. И как раз или патоген, или аутореактивный клон, либо, например, когда в данном случае опухоль, получают некие преимущества в организме и начинают действительно весьма эффективно размножаться. И поэтому как раз вот эта модель, как мне кажется, в дальнейшем может быть из уже схемы аутоиммунитета еще перенесена, на самом деле, и в систему онкоиммунологии, где как раз баланс вот этих опуляций может действительно быть важным маркером прогноза для лечения пациента и, собственно, и для определения эффективности терапии, но на фоне ее применения. И на этом так у меня время кончилось. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо. Вопросы? Можно вопросы? Скажите, пожалуйста, да, это очень интересные теоретические исследования, но имеют ли они какое-нибудь практическое значение, если учесть, что опухолевая клетка не имеет опухолоспецифических антигенов, утрачивает главный комплекс гисосоместимости или снижается его экспрессия, и вся эта система все равно работать не может. Даже эти знаменитые раково-тостикулярные антигены, мэйджи и прочее, как выясняется в процессе онтогенеза и филогенеза приобретают толерантность, и к ним практически не развивается иммунный ответ. Можно ли это, имеет ли смысл такую сложную систему транслировать в клинические исследования, если она наверняка не сработает? В принципе, конечно, это у нас как бы поисковая работа, но с другой стороны, вот если мы даже видим такие слабые изменения на стемном уровне, мы все должны помнить про то, что кровоток это в лучшем случае 5-7% от лимфоцитов нашего организма, но если эти изменения действительно значимы, они могут быть выявлены, то почему бы и нет? То есть действительно перспективы на исследование на дальнейшие – да. С другой стороны, вы действительно сказали, что опухолевая клетка очень быстро меняет фенотип, в случае вот огромное число антигенопрезентирующих молекул. Но опять-таки снижение хелперов первого типа за счет отсутствия интерферона гаммы – это нарушение работы натуральных киллеров. Вот как раз блок, который по натуральным киллерам у нас пока еще, но они посчитаны. Само собой, мы можем как раз смотреть взаимосвязь между вот обнаруженными изменениями по разным пуляциям хелперов и изменениями в натуральных киллерах в уровне их зрелости как раз токсических доклеток и болимфоцитов. Поэтому я думаю, что через год-другой мы действительно сможем уже обсудить, насколько это было значимо и насколько это сильно как раз влияет на остальные компоненты иммунной системы, что врожденного, то, что приобретенного. Мне кажется, что перспектива в этом есть. Если мы хотя бы отчасти сможем приблизиться к пониманию этих механизмов ускользания опухоли от ответа, плюс по-другому системное ее влияние, возможно, рано или поздно, может, мы, наши дети, внуки, правнуки что-нибудь найдут. Да, но если мы будем биться в давно закрытую дверь, то ни внуки, ни правнуки, может быть, и так и не дойдут до сути. Если уже понятно на сегодня, что невозможно создать вот то, что вы говорите, специфический или адаптивный иммунный ответ к опухоли, поскольку она не экспрессирует антиген. И об этом же свидетельствует то, что я говорил, в случае спонтанных регрессий у пациентов с опухоли трансплантата в онкоцентре. Описан случай, когда у девушки была опухоль пересаженной почки с множественными метастазами, которых урологи не видели, и только отменили одну иммуносупрессивную составляющую, сняли, удалили эту почку и сняли иммуносупрессивную терапию, опухоль самопроизвольно рассосалась, со всеми иммуносупрессивными факторами, то, о чём вы говорили, плюс ещё длительная иммунотерапия. И эти случаи описаны не только в онкоцентре, они редкие, но они есть. То есть, как говорится, был бы антиген, а иммунный ответ найдётся. Совершенно верно. Но другой вариант, если мы не знаем антигена, мы как раз можем помочь, например, сдвинуть баланс в сторону нужной опуляции хелперов, с ненужных, и тогда, как раз, антиген, возможно, нам будет и не нужен. Но это действительно вещь такая, поэтому как раз этим интересна онкоиммунология, что вот, по сути, антигены иммунологи пытаются что-то найти. Я понимаю всю чарость этого пути, и думаю, что коллеги в зале тоже, но вот если мы его не начнём, не будем про это говорить, мы на это место не сдвинемся, действительно, дверь будет долго закрыта. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо.